Дети с особыми потребностями и их обычные сверстники вместе играют, едят, поют и растут. Пока это не совсем привычная картина. Дети с инвалидностью не включены во все звенья общественной жизни. Но идея флешмоба, такой как я, изменить это. В одном только Киеве насчитывается 156 тысяч людей с инвалидностью. Из них 11 тысяч это дети. Помощь государства в основном ограничивается финансовыми выплатами. В то же время таким семьям крайне не хватает специальных соцработников, а также дневных центров, которые могут помочь деткам социализироваться и адаптироваться к жизни. Чтобы привлечь внимание общества и властей к потребности в соцуслугах, активисты устроили праздник с названием, говорящим самим за себя, такой как я. И показать, особенные люди могут жить полноценно. Здесь люди с особыми потребностями могут танцевать и веселиться вместе с остальными. Сначала мы видим отличия между нами. Но такие мероприятия помогают понять, что общего у нас гораздо больше, чем различий. Это превращается в норму, а норму гораздо легче принять. И инклюзивность становится более легкой задачей. Пока что такие праздники для помощи особенным детям в адаптации устраивают сами родители. Если у детей сложные комбинированные пороки развития, семьи нуждаются в дневном присмотре для таких деток. В Украине их очень мало, в основном с интернатным подходом. Там нет условий для развития личности. Хотелось бы, чтобы государство заказывало у компетентных организаций дневные услуги. Заказ соцуслуг у благотворительных и общественных организаций давно работает в Европе. В Украине же только начали перенимать эту практику. Нам нигде не отказывают, но нет специалистов, которые могли бы найти контакт с ребенком и дальше с ним работать. В основном это все есть в платных центрах, но на это нет денег. Педагоги-дефектологи, коррекционные педагоги, детские психологи, которые знают, как работать с детками с аутизмом. Этого крайне не хватает и очень тяжело. Я вижу, как Украина работает над эффективностью соцуслуг. Сейчас проблем еще очень много, но думаю, в ближайшем будущем мы сможем увидеть много позитивных изменений. Это вдохновляет. Один из важных аспектов – ознакомить людей с особыми потребностями, с их правами и рассказать, какие услуги они могут получить от государства. У нас в государстве утвержден перечень социальных услуг. Их пока немного, 15, а 19 стандартов этих социальных услуг уже приняты. То есть услуги те, которые помогают решить разные-разные неразрешимые ситуации, когда человек сам растерян и просто не знает, что с этим делать. Информацию о такой помощи на празднике также подавали в развлекательной, а заодно доступной для каждого форме.